В 2021-м вступают в силу поправки в изменение административного законодательства. Что подтолкнуло к этим изменениям, как считаете? Я считаю, что изменения уже в административный кодекс Республики Беларусь об административном правонарушении назрели давно, по моему мнению, и они необходимы. Потому что если посмотреть и изучить этот кодекс, то законопослушный гражданин, когда он законопослушный, значит, кодекс не мулиберален. А это, естественно, будет меньше привлеченных людей к административной ответственности и меньше будет у нас, конечно, статистика, меньше мы привлекем людей. Новый кодекс предусматривает категоризацию правонарушений. Этого раньше не было? Да, действительно, кодекс, который вступит в силу. Кодекс административных правонарушений, который с 1 марта, там есть действительно градация, есть понятие административный проступок, грубое административное правонарушение и значительно административное правонарушение. Что я хочу сказать. Административный проступок – это то административное правонарушение, за которое предусмотрена ответственность физическому лицу, если мы будем говорить про физических лиц. Это штраф до 10 базовых величин. Это незначительный проступок. То есть, так, значительный административный проступок – это где административная ответственность будет предусмотрена за совершение до 10, ровно 10 базовых величин. И, конечно, грубое административное правонарушение – Это то, за что предусмотрено административный арест, общественные работы, лишение специального права, лишение права заниматься определенной деятельностью. И, конечно, если повторно в течение года такое административное правонарушение было допущено, то предусмотрена уголовная ответственность. Говоря про автомобилистов, за какие правонарушения теперь ответственность наступает молниеносная? Я говорю сейчас в первую очередь про штрафы, которые начисляются сразу, без предупреждения. Александр, я хочу опять же повториться. Это, конечно же, грубое нарушение правил дорожного движения. Это самое основное грубое нарушение, которое все считают, наверное, это управление транспортным средством в состоянии алкогольного пенения. Далее управление транспортным средством, не имея права управления, нарушение правил обгона, также совершение дорожно-транспортного происшествия, где пострадали люди. Ну и, конечно же, превышение скорости свыше 40 км в час и более. А сейчас вот действительно буквально тезисно, о чем говорили. В 2021-м ужесточается ответственность за нетрезвое нахождение в автомобиле, вождение автомобиля. Это все-таки не без привязки к статистике? Ну, Александр, если коснуться сразу статистики, то можно сказать, что в 2020 году было на 158 водителей выявлено меньше нетрезвых за рулем. Но это так, если 158. А если детально посмотреть, то если их было задержано 3130 человек, то это, конечно, большая, огромная масса водителей, потенциально опасных на дороге, можно сказать, преступников, которые управляют транспортным средством. Да, действительно, закон ужесточается. Если ранее получается, управляя транспортным средством лицо от 0,3 промилле будет показана степень алкогольного пенения, значит, он привлекался к ответственности в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин и лишение права управления. Сейчас же это будет совсем по-другому. Будет градация. Также будет от 0,3 до 0,8 промилле, если будет установлен алкоголь в крови, значит, это лицо будет привлечено к ответственности сразу 100 базовых величин и лишение права управления. Если же будет доказано более 0,8 промилле алкоголя в крови, а равно также уклонение от прохождения медицинского свидетельствования, это сразу 200 базовых величин будет налагаться штраф и лишение права управления сроком на 5 лет. Еще более жесткое отношение в этом плане и в связи с превышением скоростного режима. Это тоже еще одна гиперактуальная проблема. Да, действительно. Могу просто привести пример такой. Выезжая на дорожно-транспортное происшествие буквально в августе месяце, водитель Яндекс.Такси на пешеходном переходе превышает скорость, сбивает пешехода, пешеход погибает в процессе общения. Задается простой вопрос. Что послужило превышением скорости? И простой такой же ответ. Я торопился на заказ. Поэтому законодатель пошел, ужесточил ответственность за нарушение скоростного режима и повторно в течение года, если будет водитель превысить свыше 20 км в час, повторно, значит будет предусмотрена уже ответственность в виде 15 базовых величин, либо лишение права управления сроком до 1 года.